Вопрос от Юлии. Фэншуй — это действительно древнекитайское учение о гармоничной жизни. Но вопрос о том, не противоречит он лировской культуре, я хочу вам привести такой пример. Вы же пользуетесь математикой, алгеброй. Математику и алгебру придумали далеко не русские люди. Алгебра пришла из Индии, из арабских стран, так же, как и математика. Мы пользуемся достижениями итальянских дизайнеров, мы пользуемся достижениями французских кутюрье. Но почему-то, когда речь идёт о древнекитайском учении о гармоничной жизни, сразу возникает вопрос, а не противоречит ли это русской культуре. Откуда такой страх? На самом деле, этот вопрос вы можете обратить к себе. Почему у вас такой страх того, что что-то может противоречить? Почему вы пользуетесь французскими духами? Вы себе не задаёте вопрос? Почему вы пользуетесь итальянской обувью? Вы это делаете с удовольствием. А когда речь идёт о каком-то действительно древнем знании, возникает какой-то страх. Я думаю, что этот страх возникает, может быть, из опасности перемен. Может быть, вы боитесь каких-то перемен в своей жизни. Тогда, может быть, вам фэн-шуй и не нужен. Потому что фэн-шуй нужен для тех, кто твёрдо решил изменить свою жизнь к лучшему. Кто знает, что есть действительно определённые законы гармонии, которые не противоречат ни одной национальности, живущей на этой планете Земля. Что законы фэн-шуй использовали как в Греции, так и в Древней Египте. Может быть, он ещё не назывался фэн-шуй, но это были те же самые законы гармонии. Что даже наши православные храмы точно так же построены по законам гармонии, что является законом фэн-шуй. То есть фэн-шуй — это гармония. Фэн-шуй — это баланс. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь установилась, стала более сбалансированной, гармоничной, радостной, приносящей вам удовлетворение во всех смыслах жизни, тогда вам стоит изучать фэн-шуй и применять его. Причём я горячая поклонница даже, может быть, не каких-то очень сложных формул фэн-шуй, никаких, может быть, профессиональных подходов, хотя это тоже очень здорово и хорошо. Но я считаю, что для начала можно использовать самые обычные вещи, то есть прочитать какую-то книгу начальную по фэн-шуй. Я, поверьте мне, совершенно не хочу сейчас заниматься рекламой, но поскольку у меня есть учитель, который я очень уважаю и люблю, и который изменил жизнь мою лично и жизнь многих-многих моих последователей уже, и жизнь миллионов людей на этой земле, зовут её Лилиан Ту. Я считаю, что книги автора Лилиан Ту – это лучшие книги по фэн-шуй на сегодняшний день, потому что они просты для понимания, абсолютно доступны. Любой человек, который не имеет даже какой-то специальной подготовки и образования, может получить все ответы на интересующие его вопросы в этих книгах. Это раз. И ещё я хочу вам сказать, дорогие друзья, что не стоит пугаться от того, что это якобы какое-то китайское влияние. Ничего подобного. В нашей русской, славянской культуре, истинно русской, истинно русской, славянской культуре, в древней культуре, которая, собственно, и является мудростью народа, народной мудростью, есть те же самые законы и правила. Откуда пришло к нам выражение «Не сиди на углу», «Не ешь с ножа», «Не свисти», денег не будет, например, «Не клади ключи на стол», «Не бросай шапку на стол», «Не считай деньги после захода солнца». Это русский фэн-шуй, если так можно выразиться. И всё это является русской мудростью, народной мудростью, глубинной, исконной славянской мудростью, которая пережила уже многие поколения и переживёт и нас, и наших подонков. То же самое и с фэн-шуй. Попробуйте, убедитесь в том, что фэн-шуй — это большая сила, и кроме удачи и радости, он вам ничего не принесёт. Только удачу, радость, изменение в вашей жизни, положительные, позитивные сдвиги. И, в общем-то, если вы человек амбициозный, то и успех в карьере, в обществе, в социуме и так далее. Анастасия спрашивает. Я живу в квартире гостиничного типа, то есть в одной комнате всё — и кухня, и спальня, и гостиная. Мне очень хочется поставить живые цветы, но читала в одной из ваших книг, что цветы не должны быть в спальне. Как быть в такой ситуации? Нет ли какой-нибудь альтернативы? Заранее спасибо. Дорогая Анастасия, фэншуй — это многовековое учение, которое, конечно же, видоизменяется с течением времени. Растёт наша цивилизация, изменяются условия жизни. Конечно, в сегодняшних буднях трудно найти те, наверное, горы, которые окружали древнего человека, и те реки, которые протекали мимо наших жилищ. Место гор теперь занимают дома, высотные, вместо рек теперь бурные автострады. Поэтому вполне естественно, что скучность современной жизни, которая обусловлена большим количеством людей на достаточно небольшой территории города, обуславливает и новый подход фэншуй к нашей жизни. Поэтому ничего страшного нет в том, что вы живёте в квартире гостиничного типа или, как её принято называть, в студии. Я могу вам лишь дать такой совет. Первое. Не бойтесь использовать растения. Вы можете их поставить на подоконнике на кухне, вы можете их поставить на подоконнике в гостиной. Но имейте в виду, что то место, где вы спите, я подозреваю, что там есть какой-то ольков или какое-то всё-таки углубление, там, где стоит кровать. Но я немножко представляю себе, как выглядят подобные квартиры. И я знаю, что всегда там есть какое-то место для кровати. Так вот, я рекомендую вам это место для кровати обязательно отделить какой-то ширмой, шторкой, поставить некую перегородку, чтобы это было заметно, что здесь конкретно место для отдыха. Мало того, что вы привнесёте в свою квартиру, в свою студию элемент уюта, который так приятен и необходим, когда вы заходите в квартиру в любом случае, но при этом вы ещё и соблюдёте требования фэн-шуй, которые гласят, что человек, который спит, он должен быть защищён, он должен быть каким-то образом отгорожен от той части гостиной, в которой мы ведём более активный образ жизни. Поэтому я думаю, что если вы найдёте в себе силы поставить такую перегородку, ещё раз подчёркиваю, что это может быть ширма, это может быть лёгкая какая-то конструкция, которую вы без труда найдёте в любом строительном магазине нашего города или города, где вы живёте. И это сразу же улучшит фэн-шуй вашей квартиры гостиничного типа, либо студии. Так что не беспокойтесь, поставьте эту ширмочку и поставьте живые цветы, они вам совершенно не помешают. Теперь, если у вас всё-таки есть хоть одна перегородка, которая отделяет гостиную от кухни, то вы можете поставить фонтанчик на кухне. Вода — это элемент денег. Поэтому очень важно, чтобы вода была. Мало того, что вода, она стимулирует активизацию жизненно важной энергии ЦИ, которая нужна нам для того, чтобы жизнь у нас улучшалась. Поэтому, несмотря на то, что в основных книгах по фэн-шуй вы можете найти такой совет, что нельзя на кухне ставить активизаторы фэн-шуй, я всё-таки в данном случае, в случае студии, могу сказать, что уж лучше поставить фонтанчик на кухне, чем не иметь его вообще. Просто при этом нужно обязательно учитывать влияние годовых звёзд и стремиться к тому, чтобы фонтанчик ваш не попал в сектор, допустим, пятёрки. Напоминаю, что в 2012 году неблагоприятная звезда пятёрка находится в юго-восточном секторе. Вот как раз там фонтанчик иметь в этом году нельзя. А так, в принципе, можно поставить фонтанчик на кухне, достаточно спокойно к этому относиться, всё будет хорошо, и иметь цветы в гостиной, и при условии того, что ваша студия будет перегорожена ширмой. Ещё пару слов о том, что если вы живёте в коммунальной квартире. Друзья, достижение советского строя, оно до сих пор сказывается в том, что многие люди до сих пор ещё живут в коммунальных квартирах. Конечно, могу сказать, что это не является самым хорошим фуншуй, естественно, да, поскольку вы не можете наложить сетку багу на всю квартиру. Фактически вы ограничены только габаритами своей комнаты, в которой вы живёте, поскольку даже ваша кухня, она же является местом общего пользования. И поэтому там тоже достаточно сложно применить методы фуншуй. Но никогда не стоит падать духом, и, в общем-то, даже свою комнату можно прекрасно использовать для того, чтобы применить так бы фуншуй. Итак, не повторите, пожалуйста, распространённые ошибки и не накладывайте сетку багу на всю квартиру целиком. Она вам, эта квартира, не принадлежит. Вам принадлежит только комната. Соответственно, на комнату и накладываем сетку багу. Именно в этой комнате, сколь мала или сколь велика она не была, вы накладываете все эти сектора. Очень внимательно с компасом посмотрите, где находится юг, где находится север и, соответственно, все остальные стороны света. И в зависимости уже от того, какие там стороны света, вы можете здесь поставить фонтанчик, здесь поставить растение, здесь поставить какую-то металлическую статуэтку, которая будет поддерживать северо-западный сектор, сектор мужчины, сектор тянь. А для того, чтобы, скажем так, предохранить себя от каких-то неблагоприятных воздействий соседских энергий, потому что, ну что, греха таить, да? Все мы живём ещё пока не в идеальном мире, существуют алкоголики, существуют и просто какие-то недоброжелательные люди. Для того, чтобы их энергия не попадала в вашу комнату, что вы можете сделать перед входом в свою комнату, либо внутри её, обязательно повесьте музыку ветра. Обязательно повесьте музыку ветра. Музыка ветра, количество трубочек по большому счёту, произвольно. Вот какая вам понравится, то и приобретите. В чём смысл музыки ветра? Это один из самых распространённых символов фуншуй, который помогает нам преобразовать негативную энергию в позитивную. С учётом того, что вы живёте в коммунальной квартире, в комнате, вы будете преобразовать негативную энергию, которая идёт от, допустим, каких-то недоброжелательных соседей в вашу комнату. Таким образом, каждый раз, когда вы заходите, даже если какая-то негативная энергия попадает, она будет нейтрализована этой музыкой ветра. Так что, желаю вам успеха! Мы с мужем очень хотим выиграть в лотерею. Подскажите, пожалуйста, можно ли и как устроить процесс с помощью фуншуй? Татьяна. Дорогая Татьяна, фуншуй – это не магия. Если вы хотите выиграть в лотерею, вы можете обратиться к магу с большим стажем, который, может быть, сделает для вас специальный талисман для выигрыша в лотерею. Могу вам сказать, более того, чисто по-человечески, я против лотереи, поскольку я считаю, что это развращает сознание человека. Человек, который хочет выиграть в лотерею, тем самым полностью изменить и улучшить свою жизнь, он просто расписывается в бессилии перед этим миром. Он говорит о том, что я сам ничего не могу сделать, я надеюсь на некое чудо. И более того, вся наша семья надеется на некое чудо, на то, что лотерея нам поможет изменить нашу жизнь. Хочу вас разочаровать. Лотерея, даже если вы в ней и выиграете, что бывает там в одном шансе на миллион, она не изменит вашу жизнь. Более того, все те негативные моменты, которые присутствуют, допустим, в вашем сознании, они будут только гипертрофированы, и в итоге эти деньги принесут вам несчастье, но наоборот, то, на что вы совершенно не надеетесь. А именно, может быть, какие-то разочарования, какие-то личные драмы, потери, трагедии и так далее. Поэтому, еще раз говорю, что я лично против того, чтобы люди ставили свое счастье на кон в зависимости от того, выиграли они в лотерею или нет. Я считаю, что счастье человека в своих собственных руках, надежда на лотерею, это расписка в собственной беспомощности, как я уже сказала. Друзья мои, помимо лотереи есть масса других способов улучшить свою жизнь. Начать с себя, начать с позитивного мышления, начать с того, что каждый день может изменить твою жизнь не только потому, что ты выиграешь лотерею, а потому, что ты найдешь новую работу, ты найдешь новых друзей, ты изменишь свое сознание, ты начнешь себя. Поэтому, друзья мои, я рекомендую вам все-таки, может быть, не столько надеяться на лотерею, сколько надеяться на самого себя, на то, что у вас внутри миллион лотерей с выигрышными билетами, которые могут вам принести гораздо больше счастья, чем какой-то один выигрышный билет, который, кстати говоря, вы понимаете, да, какова там ставка. И, кстати, для любителей азартных игр я могу привести такой совершенно научный факт, который подмечен учеными, если сложить все цифры на рулетке в казино, то сумма всех цифр будет составлять 666. Вы знаете, что такое 666, да, это число дьявола. Так что, вот задумайтесь о том, насколько актуально для взрослого осознанного человека стремление выиграть в рулетку или в казино. Я думаю, гораздо более правильно и надежно будет все-таки поставить на себя, а не на какой-то мизерный шанс выигрыша в рулетке или в лотерее.